на улице совсем уже стало холодать скоро зима и надо баню в каких-то моментах подготовить к зиме баню нам привезли тогда в декабре на данный момент бани уже 10 месяцев но запустили мы ее где-то спустя месяц получается бани 9 месяцев с начала эксплуатации вот и я хотел записать небольшой обзор что вообще произошло с баней что изменилось как вообще мне баня по ощущениям как часто бы в нее ходим и так далее давайте начну с внешки по внешке особо ничего не изменилось краска как было так и есть где-то птички обкакали где-то немного смола выступила где-то вот пауки просто замели ну конечно же все в пыли в грязи вот я залазил прошлый раз я залазил лазил на крышу доставал лестницу большую вот и смотрел трубу не снимал было очень ветрено вот в трубе все отлично ничего там пока что не засорилась я травы топлю досками остатками вот такими пересушенными так что в печи пока что никаких особо изменений все все нормально что я хочу подготовить мне сейчас надо перед тем как морозы настанут вот здесь вот выход единственное что мне не нравится вот в этой бане это вот этот вот выход воды так то и тут у меня как бы не задавить это я отгибал слив тут чтоб вода из бани поливала маленькой здесь у меня этот ягоды растут то и вот и тут влажненько даже практически не поливал зимой ой зимой гору летом вот этот вот выход где-то тут примерно сантиметров ну около полуметра мне сейчас надо как-то укутать я провод смотрел но не купил пока что хочу греющий провод купить сюда как-то это обмотать и закрыть это все вот этот слив спуск воды в другом месте нигде не получается сделать этот спуск воды как бы его можно сделать в колодце но как туда зимой лазит неудобно каждый раз в идеале конечно может быть и в колодце чтоб это все не замерзала а тут закутать это все просто либо сделать второй вариант в колодце зимний хотя тоже неудобно все время распутывать запутывать утеплять вот поэтому попробую греющий кабель намотать поставлю розетку у меня вот тут идет электричество в баню подходит там коробка соединительная попробую поставить сюда через розетку или через выключатель обрежу там эту вилку на греющем кабеле вот и поставлю попробуем как это будет других вариантов пока я не вижу как это утеплить понятно что это будет все равно замерзать если отключать электричество вот сзади тут все тоже все отлично я купил дрова камаз огромный вот у меня тут такой просвет получился надеюсь и мне кажется я даже за зиму вот это вот не использую очень дрова довольно долго эти горят не то что доски доски сгорают моментально эти вообще долго они еще толстенькие такие у меня здесь получается огромная поленица здесь еще в два в три раза больше в песочнице нет следов каких-либо животных кошки вроде бы не ходят вот ветром тогда раздуло все сгладила и все как есть так и есть вот рядом зато и есть что-то но это походу не кошка может и енот так баню привезли нам помните без подоконника что мы дорабатывали сразу покажу а то все в разбросанных видео вот доработали мы они же компания сибиряк мне поставила здесь здесь изначально не было вот этого отлива то не со второго раза привезли сделали отлив нормальный первый раз сделали длинный как помните потом привезли короткие поставили все исправили я тут сделать сетку москитную тут не было потому что сидели тогда соседями в бане у нас чуть не загрызли комары как бы окно не закроешь душно просто вообще было так некомфортно поэтому сразу же сделал москитную сетку вот такую это все что по внешке пойдемте внутрь внутри сразу скажу что наконец-то перестала пахнуть краской спустя эти десять месяцев наконец-то стал приятный запах бани ты заходишь сюда моешься и комфортно дышать единственное что вот я прошлый раз мыл баню перед топкой до намочил все полно мочил когда она натопилась и видимо из-за того что я намочил пол она нагрелась стала сохнуть и от пола появился запах от намоченного а так в принципе запаха нет сейчас заходишь и в бане приятно ну вот а первые разы когда мылся естественно глаза щипала я рассказывал здесь на полу пришлось постелить коврик потому что я пол сам испортил по неопытности вот покрыл его маслом и не обтер масло покрылась слоем и стала прилипать вот сверху я покрыл его еще такой защитной защитным составом который создает пленку он закрыл это липкость но как бы все равно в каком-то моменте эта липкость осталась видите тут теперь на прилипали от я пылесосил прошлый раз когда прибирался все равно надо вот это все оттирать руками это все прилипает вот и защитный слой он вот того состава он видите начал сдираться как бы корочкой такой покрылся сдирается вот не знаю пол испортил теперь теперь с ним делать короче как то вот так вот под ковром тут коврики лежали совсем другой цвет видите как пол затоптал и я тогда носками черными но с ковриком намного уютно и тут как раз встал в размер тут я сделал что столик вот я сделал специально для бани это у меня стоит строительная табуретка она вообще тут не должна стоять пока что еще руки не дошли тут будет еще короче полка вот лежанку сделал такую простую также из дерева тут у нас появились еще такие вот бра светильники заказал тут получается стекло тут дерево вот они рядом со шторами поэтому заказал именно вот такие они вообще не греются там лампочка она далеко от краев и даже если близко шторы вообще ничего страшного единственное я так лампочки не поменял в них ведь они пульсируют что не очень хорошо мы не видим эту пульсацию но она как бы все равно есть поменяю потом также доделал тут гордины деревянные просто из брусков тут провисала гордина длинная пришлось еще посередине воткнуть шторы персиковые у нас получились казались они изначально очень громоздкими но сейчас я уже к ним привык нормальные шторы вот еще остается тут стул поменять этот пластиковый стул временный все пока что тут все тут еще у меня надо крючки переделать вот это вот все переделать позже переделаю вот так же я покрыл все стены потолок этим маслом но я их на один слой покрывал поэтому они не липкие просто оксидированным льняным маслом покрывал без каких-либо наворотчик пойдемте вот сюда забыл еще про дверь рассказать вот эта дверь уже раза три-четыре не знаю то ли провисает она то ли чё с ней короче она меня видите она сейчас опять не закрывается надо опять регулировать регулируешь одно блин не работает другое начинает работать одно потом оказывается что не работает другое никак не могу найти общий язык с этой дверью она провисала не шоркала по порогу я ее поднял видите поднял стал опять чуть с ручкой не закрывается сейчас опять поправлю это опять не будет ручка кверху подниматься вот она сейчас опять стало легко не знаю вроде ничего последний раз не регулировал но она со стало легко до этого она вообще приходилось лена не могла ее поднять кверху она прям вот так вот жесткая была но в целом как бы пользоваться конечно можно приходится только все время вот так вот иначе если не закроешь тут окно откроешь сквозняк ветер дунет не дверь уже пару раз когда ветер в ту сторону южный выбивала даже там сейчас покажу откосы промяло вот видите выбила дверь ветром ветер с этой дверью мы ее тоже три раза уже подтягивали она тоже провисает хотя со всей мощи и и затягиваю но она провисает вот последний раз мы ее очень высоко подняли туда же щель образовалась вот немножко неровно и сделали чтобы уже она не скребла пришлось вот пожертвовать неровностью в общем косяк видимо чуть-чуть неровный что ли вот тут вот узко внизу широко получается а вот по этой стороне если смотреть то в целом везде нормально внизу только очень узко прямо на это выгибает но сейчас зато эта дверь она не царапает пол вон видите что но шеркала дверью все сейчас вроде бы пока она держится вся уже заляпалась из-за того что тут мойка вот она заляпалась в мойке сразу же смотрите когда баню еще зимой да получается это зимой вот что произошло появились какие-то черные пятна на здесь вот угол почернел знаю что это плесень или что вот я тут шлифануть пытался она вроде бы как отшлифовывается верхний слой сейчас просто перед зимой надо уже основу покрывать защитным составом потому что каждые 6 месяцев написано в инструкции покрывать надо но прошло уже 10 поэтому вот решил записать видео показать что вообще тут происходит тут еще у меня вытяжка же идет тут вот самое такое место по идее сухое должно быть в этом но вот появились какие-то черные надо отшлифовать пятна уже и плинтус пошел этот тоже черными пятнами вроде больше нигде на стенах особо не вижу вот видите похоже на плесень вот как она появилась пока вроде особо не сильно растет вот именно вот в этом углу почему то есть а здесь где мойка здесь вообще пока что хотя нет тоже появляется видите черная видимо это значит уже точно тут надо все покрывать маслом появляется вот здесь мы купили поставили здесь мы когда баню заказывали не было не заказывали душевую точнее смеситель потому что у них они предлагали нам только такую лейку вот ли не надо было чтобы был тропический душ поэтому мы сами такой вот поставили подобрали под размер бойлер сами подобрали чтоб он вверху висел не мешал тут я тоже буду делать полочки стеллажики видите потому что все стоит на полу некуда не веники ничего положить такой бойлер на 50 литров вполне хватает больше не надо на двоих то троих достаточно буду топить баню себе включу пусть греется начинает также тут шторки не было я вот эту вот штангу тут ну тут двери не было мне не заказывали дверь здесь вот доделал штангу шторку повесили вполне комфортно со шторкой чем тут дверь толкать туда-сюда шторка нормально защищает сюда вода не попадает что в парной в парной в целом тоже все хорошо немножко все под измаралась не такое стало уже белая пожелтели значительно стены я пересматривал это видео когда привезли баню стены еще были такие белые сейчас вот они видите пожелтели это получается что кедр вроде кедр до отделка тут кедром у нас полки липа пол лиственница вот я переделал тут тут было просто как бы от бака шла вот сюда вот на кранчик был просто кранчик и холодная вода холодный кран был очень низко было неудобно сюда вообще ничего не подлазило даже ковшик обычный вот я тут сделал такую перемычку чтобы удобно было набирать воду в бак вот сюда то есть открываешь открываешь вода набирается потом вода остыла баню надо слить чтобы она тут не тухла не стояла зимой чтобы она не замерзала вот я открываю перемычку и вода на улице вот туда вот где надо утеплять самостоятельно утекает причем первые два раза когда я сделал она не утекала почему-то то ли пробка какая-то то ли я не знаю почему не утекала я еще расстроился сделал перемычку а вода не утекает но потом стало все как и планировалось работать нормально утекать также у нас тут потело стекло вот это первое первое время вот мы просили поменять это стекло но они не поменяли нам таки что-то я не стал даже напоминать итоге не поменяли но она вроде бы ну вот зимы не было больше летом она не запотевала сейчас посмотрим как будет зимой здесь я докупил еще кроме габрадиобаза печку пока не буду разбирать показывать что там происходит внутри как печь себя чувствует мы на нее никакую соль ничего не ложим только воду льем поэтому думаю все в порядке соль очень сильно разъедает насколько я знаю через год я буду камни мы час не стал их мыть через год буду разбирать мыть камни смотреть что с печью это где-то будет наверное в декабре в январе будем с вами смотреть как себя чувствует печь скажу одно то что вот этот бак он вот летом это только один геморрой он тут вообще не нужен особо да он использую чисто что поддавать я изначально когда его ставил я думал что буду мыться в бане как раньше мылись раньше душа не было у нас банях вот раньше мылись в тазик воду набирали и в тазики мылись но я один раз помылся даже тазик купил огромный за 6 ли за сколько там тысяч рублей деревянный подсвет уже чтоб в одном стиле был но в итоге один раз помылся и все и забил это вообще не вариант когда из душ с душем намного удобнее вышел помылся и все поэтому этот бак он вообще один геморрой его постоянно набирать потому что без воды топить нельзя по инструкции надо хотя бы чтобы там была одна треть набираешь сливаешь вот бегаешь туда-сюда может быть в будущем сниму его сейчас еще зимой посмотрю как он будет будет нет нужен потому что если будет холодно если труба замерзнет то воду придется нанашивать сюда чтобы погреться помыться если будет какой-то сильный холод снегопад потому что самое прикольное наверное в снег когда на улице снег холодно в баньку сходить вот если труба замерзнет если не получится ее нормально сделать обогревать то может быть это еще будет нужно бак этот нужен будет если нет то поставлю сюда потом сетку и также забью камнями пойду подам воду наберу бак и баню затоплю пусть пока топится все газ кончился так а я забыл купить газ нет грит так все банька нагрелась 50 градусов еще одну подкинувшись еще трещит уже кайф уже тепло после жаркого лета прям вообще бане снова захотелось летом ходим тоже в баню ходили даже в жару но выносимость как сказать выносливость там даже париться не хотелось летом просто раза два наверно погреешься и все и выходишь ну пруд конечно спасал а так бы если бы не было пруда то не знаю может быть летом даже вообще в баню не ходил потому что в пруду накупаешься замерзнешь и в парилку а так когда жара прям и так выматывает это жара еще в баню прям вообще сил не было сейчас прям аж охота с веничком попариться вообще человек тогда приезжал спрашивал за дрова увидел что у меня куча дров горит как у вас вот обычно там люди много баню ставят он горит вот у меня там кто-то из родственников баню поставил и пару раз ходил и не ходит больше я не знаю мы постоянно ходим я соседи иногда зову соседями ходим лена ходит и вар начал заходить в баню так что баня прям постоянно используется часто бывает по два раза в неделю когда мы тут живем баню топлю один день там ходим с лена один на день с соседями ходим поэтому баня прям вообще заходит ну поехали я кстати нашел для себя оптимальный режим бани но никак не могу приноровиться к печи получается все время то перри топлю то не дотоплю бывало что заходил вообще не дотопил очень пока не могу привыкнуть не знаю как настроиться оптимальный режим для меня это где-то 50-60 градусов и влажность где-то тоже 50 60 прям вот вообще по кайфу то что вот раньше ходили в бане перегретые не баня такой режим сауны когда там 80 100 градусов это это конечно немного жестко у нас один раз было мы с друзьями приехали в баню но такая под сдачу баня мы на несколько часов снимали и не могли даже в парилку зайти засунуться мы наверно минут 20 сначала проветривали там градусов больше станы натапливали но это конечно такая себе баня вот баня режим русской бани называется когда температура градусов 60 50 и влажность примерно тоже 50 60 прям оптимально прям вообще кайф но осталось вот приноровиться к печи сколько уже топлю пока что не знаю может быть из-за того что такая печь с открытой каменкой может быть надо но она перегревается когда я перетапливаешь она перегревается вот мне писали в комментариях что печь вообще отстой надо ставить другую что это прям ну очень такая эконом эконом печь вот я не знаю пока что сложно сравнить все хочу побывать в банях с другими печами но пока не получается чтобы сравнить по влажность по пару как пар будет пока что вообще хватает этой печи нормально вообще не жалуюсь но надо приноровиться иногда получается прям хорошо протапливать и держать температуру как надо иногда прям не ну чаще всего не получается и и и и и и и и Продолжение следует... Фух, как хорошо! Только сказал, что не получается держать нормальную температуру. И сегодня прям идеально было, прям четко держалось. Может из-за того, что уже на улице спала жара. Побольше поддаешь, и влажность хорошо держится. И температура высоко не поднимается. Прям кайф. Еще березовый веничек, запах. Фух, ладно. Пошел собираться, поехал в город. Ребенники как? Продолжение следует...